Друзья, всем привет! Очередной выпуск технологических новостей на канале Лучкова. Субботний, флагманский, можно сказать, выпуск. Вчера мы для вас снимали новинки компании Samsung, которые вы уже увидите 11 августа, приблизительно в 5 вечера. Классные продукты, очень много некоторых спорных моментов, про которые стоит проговорить. Ну а сегодня к новостям насущным. Погнали! Вчера произошло достаточно важное событие, которое многие пропустили. Почему-то речь идет про компанию Apple. Компания официально подтвердила, что с выходом новой прошивки iOS 15 ваши смартфоны будут проверять ваши фотографии на наличие в них не очень корректного и правильного контента. Речь идет про скам, то есть защита детей от порнографических изображений. И причем проверяться это будет якобы на конечном устройстве, не удаленно. Но также будут проверяться фотографии, пересылаемые через iMessage и в библиотеке iCloud Photo. В чем суть? Суть в том, что якобы родитель может включить такую настройку. И если вдруг на устройстве ребенка появляется какой-то такой неправомерный контент, об этом сразу же уведомляются родители. Казалось бы, благая весть. Это очень хорошо, защищать всех и вся. С другой стороны, а как насчет пользовательских данных? Это ведь по факту слежка. То есть мало ли какие там фотографии попадают в принципе в библиотеку. Это означает в любом случае, что компания просматривает содержимое вашего контента. И да, можно, конечно, ссылаться на то, что это делает искусственный интеллект, и никакого человеческого фактора в этом нет вообще. То есть конечный какой-то менеджер, либо модератор не смотрит на вашу обнаженку, которая попала каким-то образом к ребенку, да и вообще на смартфон. С другой стороны, все мы знаем, что искусственный интеллект работает не идеально, и возможно даже просто какие-то фотографии он будет просто как бы подозревать в какой-то запрещенке. Такое уже, кстати, не раз было, допустим, в Фейсбуке, когда кто-то публикует фотографию, а почему-то механизм считает, что это обнаженка, хотя это не обнаженка. Ну, как вы знаете, вот это вот искажение действительности, какие-то это померещилось, как говорится, машине. В общем, это довольно громкая новость, потому что после этого сейчас будет просто буря и шквал эмоций со стороны правозащитников. Apple, типа, не имеет права так поступать. И знаете, что это мне напоминает? Вспомните серию сериала «Черное зеркало», когда родитель занялся опекунством своему ребенку настолько сильно, что испортил ему жизнь. Помните, когда у девочки там была камера, и родители могли полностью контролировать, что ребенок видит, что он не видит, и, допустим, там какие-то сцены насилия, либо же какие-то агрессивные сцены ребенок просто не замечал в реальной жизни. Мы к этому все и идем. Модерация всего и вся – это, с одной стороны, хорошо и безопасно, с другой стороны, мы не знаем обратную сторону медали, чем это все может закончиться для конечного потребителя, для его вообще подсознания и для его воспитания. Топ-менеджер Рик Остерло объяснил, почему Google Pixel 6 и Google Pixel 6 Pro будет стоить дорого, и даже намекнул, сколько приблизительно это устройство будет стоить. Давайте, наверное, начнем с цены. Намек был такой, что стоимость Google Pixel 6 и 6 Pro будет приблизительно такая же, сколько стоят Galaxy S21 Plus и S21 Ultra. Открываем e-каталог, смотрим на текущую стоимость и говорим, нихренаж себе, цена действительно удивляет. За счет чего это происходит? Во-первых, был намек на то, что для разработки этого смартфона пришлось делать процессор собственного производства под названием Tensor, который разрабатывали 4 года, и теперь, кстати, вскрылось, что процессор этот для них делает компания Samsung. То есть, куда ни иди, везде отсылки к Samsung. Вторая причина – дизайн. Там вложились в материалы, стекло спереди, стекло сзади, как какая-то нереальная там дорогая рама, и в целом дизайн как люксового устройства. Что сказать? Я не знаю, что сказать. У Pixel с точки зрения продаж и популярности дела шли не очень хорошо даже на родном рынке. Если компания считает, что это произошло из-за того, что он был недостаточно премиальным, я не знаю, может быть, они правы, а может быть и нет. Но мне кажется, что в этом году ситуация вообще никак не изменится, и продажи Pixel 6 прям рекордными не будут. Это точно не будут. Это не будет массового устройства. Его купят гики, энтузиасты, некоторые программисты, и его купит, наверное, Генри Кевилл, потому что он фанат Pixel, Ведьмака и прочих вещей. Ну и, собственно, и все. Инженер команды Google Source Security Кейс Кук назвал главную причину уязвимости и дырявости операционной системы Android. И, как оказалось, по его мнению, главная причина заключается в Linux. В ядре Linux, на котором устроена операционная система Android. Но, как говорится, критикуешь, предлагай, и вот что он предлагает. Оказывается, каждый месяц в ядре Linux исправляют сотни ошибок, но производители смартфонов и планшетов все равно не будут своевременно перебираться на новые ядра и будут использовать старые, без обновлений. По словам Кейса, многие устройства на Android используют ядра от 2 до 4 летней давности, и все это из-за страха перед возможными проблемами в работе системы при переходе на новое ядро. Эта ситуация оставляет Android очень уязвимой системой, однако корень проблемы, по словам Кейса, вообще язык программирования C, так как он не умеет безопасно работать с памятью и привносит в систему множество ошибок и уязвимостей. И вот, собственно, предложение перевести систему с языка C, к примеру, на язык программирования Rust. А вы знали, что на данный момент Linux хранит в себе уже больше 25 миллион строк кода, и с каждым годом вся эта система становится все менее поворотливой? Благая весть идет к нам из европейского региона. Дело все в том, что компания Strategy Analytics подсчитала, сколько смартфонов компания Xiaomi сумела реализовать в европейском регионе, и цифры просто потрясающие. Во-первых, новость в том, что в европейском регионе Xiaomi теперь номер один по продаже смартфонов, лидер, сместив компанию Samsung на второе место. И удалось реализовать за этот короткий период 12 миллионов смартфонов, заняв при этом 25,3% рынка. К примеру, у Samsung 24% рынка. Каким образом это произошло? Если вспомнить события, допустим, даже пятилетней давности, навряд ли кто-то мог предположить, что, зайдя в Европу, Xiaomi станет не то, что там успешно, а номером один вообще на рынке. Это же просто немыслимо, когда в Европе вроде нормальный достаток, высокие зарплаты, люди пользуются айфонами, самсунгами, везде висит реклама Samsung и айфона. Что произошло на самом деле? И ответ есть. Вот цитата самих аналитиков. Дело все в том, что Xiaomi добилась большого успеха, в частности в России, Украине, Испании и Италии, и нашла клиентов, желающих приобрести многофункциональный и привлекательный по соотношению цена-качество смартфон и линеек Mi и Redmi. Отчасти успех Xiaomi продиктован уходом с европейского рынка компании Huawei, которая потеряла доступ к Android и сервисам Google из-за санкций США в 2019 году. В общем, суть такова. Пользователей Samsung и пользователей Apple в Европе меньше не стало. Просто Xiaomi удалось окучить ту аудиторию, которую не смогли окучить другие бренды. Ну и плюс образовавшаяся дыра в виде ухода Huawei тоже была занята брендом Xiaomi. Доступные бюджетные смартфоны, которые покупают и в европейских регионах. Но когда мы говорим про европейский регион, они еще считают Россию и Украину. Это не совсем Европа. Хотя, ну вот, относятся к материку, условно говоря. А продажи, естественно, в Украине и в России Xiaomi, они просто заоблачные. Ну, вот Италия и Испания потянулись тоже неплохо. Однако, нужно еще отметить, что в этом графике и в этой аналитике очень ярко мелькают два бренда. Oppo и Realme, которые показывают тоже существенный рост. Там просто в сотни процентов. И дальше будет накал страстей еще больше и конкуренции еще выше. 10 августа, ровно за день до презентации компании Samsung, Xiaomi решила расщедриться и провести свой ивент, на котором покажут, по слухам, около 15 устройств. И главным козырем этого ивента станет долгожданный смартфон Xiaomi Mi Mix 4. Наверняка за очень большую стоимость. Максимальное количество наворотов. И это теперь даже не слух, а подтвержденная информация, потому что уже постеры об этом смартфоне постит сам директор компании, ссылаясь на некоторые замечательные нововведения в этом смартфоне. И что мы можем отсюда подчеркнуть? Во-первых, уже есть догадки, что в новом Mi Mix 4 появится датчик Ultra Wideband, который есть в смартфонах компании Apple, который позволяет находить какие-то предметы и коммуницировать с разными предметами в экосистеме. И, значит, если так будет, соответственно, на этой презентации Xiaomi должна еще и показать дополнительные устройства с Ultra Wideband, наверняка покажут какую-нибудь метку новую и какие-то еще прибамбасы, которые можно будет находить очень быстро при помощи Mi Mix. И, что еще самое интересное, на этом постере, мало того, что есть намек на Ultra Wideband, еще смартфон направлен в направлении какого-то примечательного телевизора. Что готовит компания, абсолютно непонятно. На самом деле, на самом деле, я больше всего от компании Xiaomi жду хороший популярный складной смартфон, чтобы именно Xiaomi смогла сделать эту технологию доступной для народа. Хотя, как показывает практика, и отсутствие такого смартфона у Xiaomi, складные смартфоны, это все еще не очень доступно и достаточно, в принципе, дорого. А популярный инсайдер Ice Universe говорит, что у Mi Mix 4 будет лучшая вообще на рынке подэкранная камера. И вот на это я очень хочу посмотреть, потому что пару дней назад у меня уже был опыт работы с еще не вышедшим смартфоном, у которого есть подэкранная камера и зрелище, мягко говоря, плачевное. Она вроде бы как бы подэкранная и вроде бы как бы спрятана, но ни хрена она не спрятана, ее сильно видно. То есть, там еще предстоит огромное количество работы произвести, чтобы вот эту вот скрытую подэкранную камеру можно было бы назвать по-настоящему скрытой, по-настоящему подэкранной, и чтобы она нормально фотографировала. Но вот по заявлению Ice Universe, Xiaomi добилась значительных успехов в этом вопросе, и фотографии классные, ее практически незаметно. Очень любопытно, как они это реализовали. Последние годы меня очень сильно волнует массовое навязывание подписочной модели абсолютно у всех. Вы понимаете, о чем я говорю. Стоит попытаться купить себе какую-то программу, либо же какой-то сервис, вам будут постоянно навязывать подписку, и навязывать ее будут таким образом, что от нее невозможно будет отказаться. Даже если вы когда-то купили за полную стоимость какое-то программное обеспечение, с большой долей вероятности, эта компания просто поменяла свою бизнес-модель и прислала вам уведомление, что, друг, конечно, ты ее купил, это все очень хорошо, но, увы, со следующего месяца подписочка. Ходишь, пользуйся, хочешь, не пользуйся, но плати. Компаниям важно как бы брать с нас меньше денег, но брать постоянно и долго, чтобы был какой-то понятный кэшфлоу. Вот такая вот как бы бизнес-модель текущего дня. И теперь можете как бы, не знаю, радоваться или разочаровываться. Эта тема настолько распространяется, что теперь многие бренды будут заходить в разные сегменты подписок. И следующая фишка этого года под названием подписка Lite. Уже сейчас YouTube Premium и Spotify и огромное количество других сервисов готовят специальные версии подписок под префиксом Lite. То есть подписки для тех людей, которые не могли себе позволить обычную подписку, но могли бы позволить себе какие-то функции, ключевые функции из подписки за меньшую стоимость. А если говорить про YouTube Premium, то в два раза дешевле, что готовит YouTube. Теперь вы можете подписаться на YouTube Premium Lite, платить в два раза меньше. И из всего этого как бы списка различных достоинств вам будет доступно только отсутствие рекламы. Ведь обычная подписка YouTube Premium подразумевала и YouTube музыку, и загрузку для прослушивания и просмотра видео офлайн, и просмотра видео в фоне. Lite-версия позволит вам просто смотреть видосы без рекламы, что в принципе тоже неплохо. Тоже неплохо, если платить в два раза меньше полностью. Конечно, сейчас многие скажут, вот, я пользуюсь YouTube Vans, у меня там отблок стоит, то есть все 5-10, но мы говорим сейчас про легальные методы, как легальный метод этот удобно. Но тенденция очень пугающая. Я просто сейчас считаю количество подписок, на которые я подписан, мне становится действительно очень-очень страшно, потому что, блин, количество вообще в принципе вот этих вот статей расходов каждый месяц, неважно по какой сумме, просто количество статей расходов с каждым годом растет просто в нереальной прогрессии. Я вспоминаю свои студенческие годы, я вообще ни за что не платил. Вообще не было никакой подписки. Я получал стипендию, кушал пирожки, пил пиво, у меня не было никаких подписок. Ходил в кино, смотрел фильмы, брал в прокате какие-нибудь там кассеты, обменивались дисками, но мы не платили подписку за книги, мы не платили подписку за музыки, за фильмы, за сериалы, подписку за YouTube и так далее и тому подобное. А самое, что интересное, прошло-то вот столько времени на самом деле между тем миром и современным миром, что будет спустя еще такое количество времени вообще страшно себе предположить. Друзья, вот, собственно, и все новости на этой неделе. Мы снимали еще новинки для вас. Завтра, скорее всего, выйдет еще обзор самого доступного игрового мобильного смартфона компании Realme. Не пропустите это видео. До скорых встреч в новых видео. Пока!